Сегодня в Красноярске, в первый день зимы, открылся еще один городской каток. Открылся он на центральном стадионе, называется Центральный. Ну а мы-то с вами знаем, что каток этим утром открылся гораздо раньше и во всем городе. Как в бункере сижу, короче, лед. Просто лед. Жесткая тема. Давно такого и не было. ...24.RF. 16+. Рекламная пушба детского района. Телефон в расстоянии 250. Прям дождь. И минус 10. О, минус 8 уже. Ага. Это прям 1 декабря. Детский восторг и легкий шок сегодня испытали жители города, когда вот эта ледяная корка ранним утром накрыла машины и людей. На куртках сосульки росли мгновенно, а на авто дополнительное покрытие легло за каких-то полчаса. Такое природное явление редкое вообще, а уж в Сибири и подавно синоптики называют ледяным дождем. Масса воздуха наверху теплая, а у Земли масса воздуха холодная. При таком условии формируется ледяной дождь. Сформировался именно дождь на этой теплой массе. Но поскольку он падал на холодную массу, воздушную, следовательно, он в процессе движения превращался в лед. При этом внутри самой капли еще сохранялась жидкая падла. Зон синоптиков на высоте полутора километров сегодня ночью зафиксировал плюс 3 градуса. На Земле в это время было минус 15. Дождевые капли сразу замерзали на стеклах и метали. Красноярску еще повезло, что шел ледяной дождь совсем недолго и почти сразу стал мокрым снегом. Обошлось без сломанных деревьев и обрывов проводов. Городские службы в лице мэра тут же рапортовали, мол, знали прогноз заранее и успели подготовить основные магистрали. Через пару часов прохожие уже шлепали по каше, а из-под колес летела она же. Но катушки не было. На трассах сложилась действительно сложная обстановка. Можно сказать, не дорога, а зеркало. Часть направлений даже закрыли вообще для проезда. На утро сегодняшнего дня ограничены движения в западном направлении Красноярского края. Это Емельяновский, Козульский, Ачинские районы и Шарыповский район. Путь в Назарово и Шарыпово был сложным до самого вечера. Этой ночью водителям также не советуют отправляться за город. Снег будет идти в ближайшие три дня. Суббота и воскресенье будут тёплыми, не ниже минус девяти ночью и минус трёх плюс двух днём. Продлится это до понедельника. В понедельник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, с которым на следующий день придёт довольно резкое похолодание. Причём на среду уже прогнозируются температуры в ночные часы минус 28, минус 33. После этого похолодания немного температура успокоится. Все выходные коммунальные службы обещают убирать снежную кашу. И горожане могут провести выходные активно, раз уж нам выдалось необычайно тёплое начало зимы. Ой, вот здесь у нас снегурочки. Снегурочки, снегурочки. А скажите, какая погода на Новый год будет? Мы надеемся, что такая же прекрасная. Ноль градусов. Замечательно. Тёплое, жаркое. У природы нет плохой погоды, типа, да? Ну, мы узнали и у синоптиков, у профессионалов, какая будет погода на Новый год. И вообще на весь декабрь, если верить их долгосрочному прогнозу, то вторая декада декабря будет достаточно холодной, а вот третья перед самым Новым годом комфортной и приятной. Если все прогнозы сбудутся, то в Новый год ожидается минус 10, минус 12 градусов. Анна Гейнс, Илья Гришан. Новости Прима. Новости Прима.